Итак, мы продолжаем с вами учить книгу великого учителя еврейского народа Рабейну Ашера Роша, которая называется Орхот Хаим, «Пути жизни». И он дает совет евреям. Постарайтесь общаться с мудрыми людьми. Вслушивайтесь и обдумывайте их слова. Я хочу вам сказать, что в жизни каждого человека бывает момент высшего как бы выигрыша в лотерею. Я могу сказать, что в моей жизни это была встреча с двумя моими великими учителями. Сначала, через два месяца после приезда в Израиль, это была встреча с моим учителем жизни, Равицкаком Зильбером Зацаль, а потом, через несколько лет, когда я впервые попал на урок моего учителя Гаона Равмойши Шапира. И Равицкак – это 25 лет счастливой жизни. Когда я приезжал из Москвы, я знал, что я должен прийти к Равицкаку, Санедрия Мурхевет 107, и рассказать все, что происходит в Яшиве. Ведь он вместе с Рав Александром Айзыштатом видел зарождение нового, а это видит только мудрец. А часто на уроках в Орсамехе, в котором я учился более 35 лет тому назад, на уроках у Гаона Равмойши Шапира я невольно щипал себя. Это я нахожусь здесь и слышу такие слова Торы. И это 32 года счастливой жизни. После Орсамеха я учился в его колеле, А потом он меня послал в Яшиву Тор-Атхаим в Москве. И тоже после урока в четверг вечером он сидел в кабинете Рош-Яшивы, и приходили к нему люди со своими вопросами. А я приходил и рассказывал, что происходит в Яшиве Тор-Атхаим. А когда начали пребывать первые ученики, как он их принимал, как он им радовался. Мудрец видит зарождение нового. И я хочу поделиться тем, что меня поразило в последнее время. Очень трудный отрывок из Талмуда. Это трактат Миноход, 29 лист. Мы сейчас все после выхода из Египта отсчитываем сфератомер, отсчитываем дни и недели перед дарованием Торы. Отсчитываем 49 дней, а на 50-й, который мы не считаем, мы стоим на горе Синай и заново каждый год получаем Тор. Так вот, я хочу прочитать вам то, что меня поразило безумно. «Сказал Раби Иуда, сказал Раф, в тот час, когда поднялся наш учитель Моше на небо, на гору Синай, он нашел Творца, который сидит и повязывает короны на буквы Торы. Спросил он у Творца, «Рибоношелолам, всесильный мира, кто может задержать тебя? Зачем это нужно?» И отвечает ему Творец мира, «В будущем придет один человек, и Акива сын Йосифа его имя, который из каждой короны буквы будет выводить тысячи и тысячи законов». Тогда, говорит Моше, Творец, покажи мне его, говорит ему Творец, «Оглянись». И здесь в Талмуде все будущие книги по научной фантастике, путешествия во времени. Разница между Раби Акивой и Моше Рабейну. Давайте просчитаем. Первый храм, который построен был Шлома через 480 лет, простоял 410 лет. Дальше, изгнание Вавилоне, 420 лет, второй храм. И Раби Акива, который шил при втором храме и после его разрушения, полторы тысячи лет. Так вот, «Оглянись». И пошел Моше Рабейну и сел в бейт-мидраше Раби Акивы. А там были полукруглые сиденья, которые установлены полукругом. Поэтому это называется керен, то есть как виноградник. Самые большие и приближенные к учителю ученики сидели от него справа. И такой ряд полукруглый, еще один ряд, еще один ряд. Уже удивительно, в каком ряду садится Моше Рабейну. Есть мнение в Талмуде в восьмом ряду, а есть другое мнение в восемнадцатом. И когда он слышит то, чему учит Раби Акива своих учеников, и он не понимает, что говорит Раби Акива, и как бы «ташашкохо», как бы ослабели его силы. Он не понимает Тору, которую преподает Раби Акива. Но на следующем этапе спрашивают ученики у Раби Акивы, откуда у тебя это знание, откуда ты выводишь это. И отвечает, Раби Акива, это закон, полученный Моше с горы Синай. И немножко успокоилось его, не успокоился он, не тяшва да то, что это значит. Раша объясняет, то есть это то, что преподавал Раби Акива, простой смысл, это то, что еще не получил Моше Рабейну с горы Синай. Хорошо. Дальше продолжает Моше Рабейну спрашивать у Творца мира, всесильный мира, господин мира, есть у тебя такой человек, и ты даешь штору через меня, и отвечает ему Творец, шток. Замолчи. Я бы перевел буквально, но я не могу. Если один человек в Израиле говорит другому шток, это значит заткнись. Но здесь я перевожу замолчи, что так алаба макшава лифанай. Таков был мой замысел. Продолжает Моше Рабейну и говорит рибуно шалолам, ты мне показал его Тору, покажи мне плату за его Тору. И тоже говорит ему Творец оглянись. И что же он видит? Он видит, как взвешивают в мясной лавке куски тела, которые во время казни раби Акивы были железными гребнями содрали содрали с его тела. Говорит Моше Рабейну перед Творцом, зо Тора, везо скора, это Тора, и это плата за нее? Говорит ему Творец, шток, замолчи, так было со мной задумано. И вы понимаете, что это есть множество вопросов, как мы можем это понять? Ведь мы знаем, что Моше Рабейну получил с горы Синай всю Тору, даже то, что в будущем ученик спросит у своего раба, он тоже получит. С другой стороны, мы знаем, Моше Рабейну это основа всей письменной Торы, а раби Акива через него мы получили всю устную Тору. Стам Мишна написано просто Мишна, это раби Мейер, и Алибада Раби Акива, и по мнению Раби Акива, Сифра, Сифри, Тосефта, все это через учеников Раби Акивы мы получили. Что же здесь заключено? Мы сказали простой ответ, то, что Раша говорит, это еще не было получено. С другой стороны, Куши Я, трудный вопрос, который задает Творец, извините, Моше Рабейну, Творцу Мира. А давайте вспомним то, что написано в трактате Брахот. Сказано так, что римская власть запретила евреям изучать Тору, но раби Акива продолжал собирать своих учеников, учеников, еврейский народ, и обучать их Торе, и схватили его, и заключили его в темницу. Давайте вспомним его историю. Написано, что до сорока лет раби Акивов был неучим, а Маарец, он говорил, что когда я был неучим, я хотел схватить еврейского мудреца и перегрызть ему кости, как осел. Благодаря праведной его жене Рахель, дочери великого богача, одного из трех самых великих богачей Иерусалима, она увидела особенные качества характера. Мы отсчитываем семь недель, и каждая неделя несет особенное исправление. То, как Творец раскрывается в мире, и сказано, что по подобию на всесильного сотворя Творец человека. Как он милосердный, так ты будь милосердный, и так далее, и так далее. И семь главных проявлений Творца – это милосердие, это доблесть, это великолепие, и так далее. Так она увидела, какие особенные качества заключены в Рабьяке. И это была молодая, красивая, баснословно богатая невеста, которой сватали самые лучшие молодые мудрецы Израиля, и всем она отказывала. И вдруг этот пастух сорокалетний, у которого уже была и умерла жена, у которого есть ребенок, неуч, она спрашивает у него, если я соглашусь выйти за тебя замуж, ты пойдешь учить Тору, и он соглашается, и она выходит за него замуж, и отлучение получает она от своего отца, который нарушила все, тайно вышла замуж за неучек. С плохим происхождением он сын Гера, Йосифа, пожилой, больше того, в Талмуде его называют иногда киреях. Одно значение, что все мудрецы перед ним были как лысина, а с другой стороны, может, он вообще был без всяких волос. Во всяком случае, она отправила его учить Тору, и сказано, что 40 лет он учил Тору, а потом 40 лет преподавал Тору, и он стал источником передачи всей устной Торы. Это то, что написано в Талмуде, вот эти короны, шат-не-с-гетц, те буковки в Торе, над которым есть короны, из них он выводит законы. Что это значит? То, что Мошер Робейну говорит, это же в буквах заключено, но как устная Тора выводит свои законы даже из корон букв, то, что невозможно, буквы можно прочитать, есть согласовки, традиции, а короны, из корон, как это заключено, там он выводит законы, связь между письменной и устной Торой. И этот человек, который отдал жизнь ради Торы, такая плата за его Тору страшные мучения, страшные казнь, и в результате куски его тела взвешиваются в мясной лавке. Это вопрос. И то, что я хочу вам показать, то, что говорит великий Рамбан Рабимуше бен Нахман. И он говорит, что мы знаем, что в начале периода второго храма, период, когда были 120 мудрецов великого собрания, среди которых были великие мудрецы и даже пророки Эзра, Нехемия, Малахи, есть мнение в Талмуде, что и Мурдыхай там был, а Малахи, последний пророк, это Эзра, Эзра Софер, который возглавил возвращение евреев из Вавилона. И все постановления людей великого собрания это то, что для нас актуально до сегодняшнего дня. Даже если мы в изгнании, даже если нет у нас храма, у нас есть Тора, полученная Маши, Рабейну с горы Синай, и у нас есть устная Тора, которая передана через Раби Акибу. И мы знаем, что в начале периода второго храма Эзра Софер просит перед Творцом, это то, что написано в трактате Йома, из-за этого греха идолопоклонства мы ушли в изгнание, и были убиты праведники, и был разрушен храм. Сейчас мы вернулись, и до сих пор этот Йетцер Аводазара, это дурное начало, которое толкает на поклонение идолам, до сих пор танцует перед нами, и он получает право с неба уничтожить Ицера да Аводазара. То есть вот этот соблазн идолопоклонства. А одно против другого сотворил Творец, и тогда мы лишаемся пророчества. И в начале периода второго храма кончается период пророчества. И вот то, что говорит Рамбан. Несмотря на то, что было забрано пророчество от пророков, я прочитаю, потому что это Невуата Хахамим, Шейхи Бедере Хахма Льонитла. Пророчества мудрецов, которые приобретают его путем мудрости, не забрали. Но они знают истину из-за Руаха Кодыш, который в их сердце. Мудрецов, это такое? Как мы можем это понять? То, что не понимает наш учитель Мошер Абейну и обучает своих учеников Раби Акива. И давайте вспомним. Сказано так, что 50 ворот бины понимания сотворены были в мире. И все их получил наш учитель Мошер, кроме одного. То есть сказано так, что когда поднялся Мошер Абейну на гору Синай, он получил Тору, и в каждом слове Торы 49 лиц скверны, 49 лиц святости. Тума и Тара запрет и разрешение. И это было переедано мудрецам поколений. Как они вынесут приговор, так и будет. 49 А где же находится Раби Акива? И это то, что открывает нам Талмуд. То, что мы каждый день дважды в день произносим, а еще раз третий день перед сном, утром в утренней молитве, вечером вечерней и перед сном. Вагавта эташем лукеха бехоле вавха увехоль навшиха увехоль маодеха и полюби Бога Всесильного твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем достоянием имуществом твоим. А есть мнение бехоль маодеха каждой меры, которую он отмеряет тебе. Но давайте вспомним. Бехоле вавка пучи талмуд не написано либха всем сердцем, а двумя основами твоего сердца. Как будто написано двумя сердцами. Сердце, в котором находятся ецератон, доброе начало, и сердце, в котором находятся ецерара. То есть люби творца двумя этими основами. Даже то, что соблазняет тебя дурное начало, побеждая его, ты служишь творцу, люби творца. Сидит человек, мог сделать нарушение и не сделал. Мой учитель Равицк Гзильберг говорит, он называется кадуш, потому что он преодолел это ецерара. Бехоле вавка двумя основами твоего сердца. Дальше Бехоль на вшеха учит раби Акива, даже когда забирают твою душу. Люби творца. А после этого сказано у Бехольма Одеха и всем имуществам, если человек готов отдать жизнь, почему же сказано про имущество? И учит Алмуд, что если есть такой человек, для которого его кошелек гораздо дороже ему, чем жизнь. Жизнь или кошелек? Говорит человек, дайте подумать. Так есть даже такие, поэтому сказано и для таких, и даже всем имуществам. Но вот то, чему учит раби Акива, даже когда он забирает твою душу. И учит Алмуд в трактате Барахот, 61 лист. В тот час это раби Акива уже 120 лет выводят его из тюрьмы, и это происходит в Кейсарии. Кейсар на иврите это император, это город, в котором огромный император, город римлян, там, где наместники жили, и все римские, туда прибывали корабли, и его выводят на казнь. Когда выводили раби Акива на казнь, время чтения шма было, и железными грибнями сполосовали его тело. А в этот момент он готовился к тому, чтобы принять власть Творца. Ученики, которые там стояли, спрашивают у него учитель, и в этот момент и он им отвечает, всю жизнь я переживал, я служил Творцу всем сердцем, я служил Творцу всем имуществом, то есть любил Творца всем сердцем, любил его всем имуществом. Но вот я ждал, когда Творец даст мне реализовать мою любовь к Нему, даже когда Он забирает мою душу. И сейчас, когда представилась мне эта возможность чтобы я ее не реализовал, и он начал говорить Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эход и со словом Эход Един отлетела его душа. Вышел голос с неба и произнес Счастлив ты Раби Акива что ты приглашаешься для жизни в будущем мире. Почему Раби Акива не задает вопрос это то рай это плата за нее. Больше того, дальше написано ангелы спрашивают это то рай это плата за нее. что такое тот кто душу свою вложил чтобы передать Тору еврейскому народу. Он получает такие страдания и это то что отмечает Алмуд так как он всю жизнь ждал когда я сумею это реализовать. Я хочу вам сказать что великий мудрец глава Ишивы Поневиш Раб Шлома Каганеман он объясняет это место Талмуда и говорит что если бы когда выводили Раби Акиву на казнь не было время чтения Шма он бы произносил выяснял последний вопрос из Талмуда который он учил со своими учениками а мы знаем что великий Раби Шимон Бар Йохай Рашби он приходил в тюрьму к Раби Акивы и получал от него уроки по тайным Торе то что потом он заслужил раскрыть в мире святая книга Зор все ключи он получил от Раби Акивы но вы знаете сказано так что человек может постичь слова своих учителей через 40 лет уже почти 44 извините 34 с половиной года как я начал учиться у моего учителя Гаона Рамуйши Шапира и он объясняет это место Талмуда совсем по-другому он говорит так когда вы водили Раби Акиву на казнь это было время чтения Шма для всего мира это неважно вошло зашло солнце зашло сама казнь то как Раби Акива принимает эти страдания и как он произносит Шма это было чтение Шма для всего мира это совсем другое постижение то есть такое провозглашение единства Творца такое самопожертвование такое освящение имени Творца давайте вспомним что сказано то что святая книга Зор открывает первая строчка Шма в которой заключены первые две заповеди которые мы слышали с горы Синай так объясняет Иерусалимский Талмуд Шма Исраэль Ашем Элокейну это первая заповедь я бог всесильный твой который вывел тебя из земли египетской из дома рабства а Ашем Эхат чтобы не было у тебя других богов перед моим лицом и объясняет Шулхан Арух пятый шестьдесят первый параграф и он объясняет с дополнением которое я хочу привести из святой книги Зор когда я произношу слушай Израиль а Израиль это прежде всего я сам это весь народ Израиля это наш пратец Яков но я говорю себе слушай Израиль Бог наш всесильный Бог один един и нет его единству никакого подобия а святая книга Зор говорит это Ихуда Илаа это высшее единство которое учит что нет ничего кроме него и это то что Рамбом в законах об основах Торы говорит что это единственная настоящая реальность которая не зависит ни от одного из сотворенных а все сотворенные зависят от него это то что мы говорим Эйн отмели воду нет ничего кроме него а как же я произношу и сразу после этого мы говорим Барукшен Квод Малкусу Леулам Веет благословена слава его царства во веки веков значит есть царь есть его царство и я его свидетель так вот то что рабе Акива не задает вопрос и это то что говорит Мушерабейну Творец Мира замолчи так был мой первичный замысел а Раши Первый приводит на Пятикниже что сказано что хотел Творец сотворить мир по мере суда увидел что мир не может существовать присоединил к нему меру милосердия каждый год в Роша Шана мы слышим трубление в Шофар мы 10 дней раскаиваемся и в Йом-Кипур выносится нам окончательный приговор искупления и нам дают еще один шанс на год это то что мы получаем по мере милосердия но если в мире находятся такие великие абсолютные праведники которые могут выдержать этот первичный замысел творца меру суда нет человека который в течение года не спотыкался и рабе Акива только в 20 лет начинает судить человека на небе но было еще 20 лет до 40 пока он пошел учить Тору когда он был амаарец и вот так творец взыскивает со своих праздников с другой стороны это то что рабе Акива всю жизнь просил творца чтобы ему дали возможность исполнить ведь то что было в России говорили одно делали другое думали третье когда я приехал в Израиль я встретил своих учителей которые учили Тору для того чтобы жить по ней это мой учитель Равицкак Зильберг Зацаль и Гаон Рамойше Шапира никогда они не получали копейку за свою Тору только во имя небес чтобы делать приятный творцу и то что я хочу завершить и сказать вам есть вопросы на которые можно получить ответы но вот это высшее единство творца когда открывается что нет ничего кроме него объясняет Равлияу Деслер Машгех Ишив Ипоневиш одним из великих учителей Гаона Рамойш и Шапира что в момент когда Раби Акива произносил Шма он достиг пятидесятых ворот понимания Мушер Рабейну задает вопрос даже ангелы задают вопрос это Тора и это плата за нее а Раби Акива не задает вопрос он реализует любить творца даже когда забирают твою душу это пятидесятые ворота постижение там нету вопросов и ответов там есть действие Тора жизни и то что я слышал от имени моего учителя Гаона Рамойш и Шапира что такое смерть это перегородка это занавес между жизнью и жизнью счастлив ты Раби Акива что ты приглашаешься для жизни в будущем мире субтитры Продолжение следует...